В последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря Кто жаждет, иди ко мне и пей Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании Из чрева потекут реки воды живой Сие сказал о Духе, которого имели принять верующие в Него Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен Вера, без которой невозможно угодить Богу Открывает человеку возможность Возможность приобщения к Божественной жизни Которая осуществляется через Божественную благодать Благодать Святаго Духа может войти в сердце человека И Дух человека сочетается с Духом Божиим Как в другом месте Господь сказал Мы придем с Отцем и Духом и Обитель в нем сотворим Человек по благодати Становится сосудом Избранным Духа Святаго И начало этого пути через веру Вера тоже Она достигается не усилиями человека А каким-то таинственным образом Потому что если рассмотреть верующих людей Они вообще очень разные Нельзя подобрать какую-то такую Логическую зависимость От существа самого человека Какого он есть И почему именно он стал верующим Потому что верующие бывают люди И злые и добрые Старые и молодые Спортсмены И болящие расслабленные Ну уж не говоря о том Что мужчины, женщины Старики И совсем юные дети Умные, глупые, образованные, необразованные Талантливые, бездарные Разные совершенно Как понять? Вот каким-то таинственным путем Господь некоторым из людей Которые Населяют планету Дает Возможность Такую Им как Открываются глаза На то, что В мире присутствует Бог И если они Хотят Делать следующий шаг То они Пытаются Найти Его Бог есть Но какое он И где он Так что вера Она не сразу Дает возможность Человеку увидеть И Бога И того И место Где он Пребывает И вот Для того, чтобы Приблизить Бога К человеку Святая Троица Приходит В Иисусе Христе Потому что Подобное Познается Подобным И Маленький человек Когда рождается Он Обучается От своих родителей И языку И Манерам Поведения И Образу Жизни Какому-то Укладу Поэтому Люди Которые Жили Раньше Говорили Что Выбирая Допустим Жену Ты посмотри На ее Мать Потому что В дальнейшем Она будет Очень похожа И твоя семейная жизнь Будет похожа На тот уклад Которым Живет Ее мать Потому что Она это Впитала С детства И считает Это истиной Если утка Даже Высиживает Цыплят Куриных То вот Она потом Думая Что это Утята Ведет их К воде А они боятся В воду Зайти И она Утка В растении Потому что Все Учится От одного Другого Не только В рамках Инстинкта Но и в рамках Простого Обучения Известно Что Живота Из зоопарка В дипких условиях Они могут выжить Потому что Они Их никто Не научил Добывать Себе пор Они Обречены Жить Среди Людей И В ограниченном Таком Пространстве Зоопарка Христос Пришел Для того Чтобы Склонить Небеса Как говорили Святые Отцы И Человек Мог Обрести Бога Потому что Глядя на Человека Иисуса Христа Можно Через Него Понять Почувствовать Самого Бога Поэтому Христос Однажды Сказал Я и Отец Одно Поэтому Кто Любит Меня Тут Любит Отца Поэтому Очень многие Люди Говорят Что они Веруют В Бога Но Иисус Христос Для них Неприемлем Значит Это что? Что они Как-то По-другому Веруют В Бога? Ну Это само Собо Но Главное Не это Главное Что они Веруют Не в Того Бога Богов То Много Но Единый Истины Он Только Один А Как же Что ж Миллионы Людей Могут Заблуждаться Не Миллионы Миллиарды Могут Заблуждаться И Даже Живущие Внутри Церкви Люди Могут Заблуждаться Какой В истории Был Заблуждаются И Патриархи И Епископы И Священники Ну А тем Голи Миллиарды Не И И И Не Достаточно На Учения Вполне Могут Заблуждаться Вот Дальше Очень Интересное В этом Тексте Евангелистам Иоанном Нарисованном Коллизия Многие Из народов Услышав Сие Слова Говорили Он Точно Пророк А Другие Говорили Это Христос А Иные Говорили А Разве Из Галилеи Христос Приходит Что Это Такой Вопрос А Какая Разница И Нет В священном Писании Сказано Что Христос Мессия Израильская Придет Из Вифлеема Иудейского А Все знают Что Он Вырос И пришел Из Галилеи И Из Города Назарета Значит Что Значит Это Не Христос Почему Формальный Признак Потому Что Не Не Всем Дано Было Знать Что Христос Родился В Вифлеем Иудейском А Формальный Из Галилеи Мессия Не Может Придеть И Вот По Формальному Признаку Отсекается Самая Возможность Человек Он Всю Свою Жизнь Окружил Формальность Почему Так Потому Что Так Проще И Этой Формальностью Человек Начинает Обучаться С Молодых Ногтей Ну Например В школе Для каждого Детяти Для каждого И Для 90% Родителей Что Важно Чтобы Ребенок Принес Хорошую Отметку И Тогда Все Довольны И Ребенок И Родители Кроме Учителя Если Этот Учитель Нормальный Потому Если Учитель Сориентирован На то Чтоб Им Были Довольны Он Во-первых Ничему Не Учит Во-вторых Он Ничего Не Спрашивает А В-третьих Ставит Семь Пятерки Ты Хочешь Пятерку На И Ты Мама Хочешь Пятерку На И Все И так Может Длиться Годами И Что Из Этого Ничего Как Был Дураком Так Дураком И Остался Почему А потому Судят И Никого Не Интересно Никому Вообще А Что У Ребенка В Голове Интересен Только Формальный Признак У Тебя Паспорт Есть Гражданина Нет Значит Ты Не Русский Ну Я Здесь Родился Я Другого Языка Не Знаю Посмотрите На Меня Нет Это Все Не И Вот Эта Формальность Она Простирается Вот Вообще Начало Жизни Человека Где Могут В роддоме Бирки Поменять И Ты Уже Будешь Не Петров Вася А Василиев Петя И Все Вот Документ Он Выше Сущности Христос Пытается Объяснить Людям Что Это Не Вам Вся Вся Формальность Она Как Помогает Человек Так И Может Вредить Для Человек Которых Формальность Важна Он Не Станет Христианином Как? Потому что если человек движется только по правилам, то обязательно возникнет такая ситуация, когда правило загородит тебе истину. А как же определить? Формальность – это вещь удобная. Табличка закрыта. Толкаю дверь, она открыта. Значит, уже могу зайти. И вот в религиозной жизни формальности тоже играют определенную роль. Ну, например, венчание и божественная литургия начинаются с одного и того же возгласа, а потом идет в Великой Егтинье. Я могу начать чин венчания. А хор будет петь в божественной литургии. Потом к антифонам уже мы разберемся. Скажут, что-то батюшка то ли не выспался, то ли не ту таблетку съел. Он одно служит и потом непонятно, кого он вообще венчает и с кем. А хор – свое. То есть нужен формальный признак, должен чин, который должен соблюдаться. Их книги и мой служебник должны совпадать. Мы иначе не совершим божественную литургию. Это совершенно необходимо. Или там, допустим, формальность. Если мы не предоставим документ о том, что мы воплотили за электричество, нам придется в темноте совершать службу. Это все совершенно необходимо. Это в жизни человека необходимо, потому что в этом смысле человек подражает ангельскому миру, который тоже строен, в вершине которого Бог. Но там это без формальности, потому что ангелы, они совершенные существа. Люди несовершенны. Поэтому необходим закон, необходим правила, необходим порядок. Но если действуют всегда по порядку и по закону, тогда возникают совершенно дикие ситуации. И вот эта вот ситуация здесь описана. Люди отвергают Христа по формальному признаку. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова из Ифлиема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем расправа в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руки. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. И сии сказали, для чего вы не привели ему? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. То есть они понимали, что слово их особенное, поэтому многие убедились. Он говорит, как пророк. И они убоялись его трогать. То чувство, которое у них возникло, когда они его слышали, оно было сильнее вот этого явления, которым очень хорошо именуется словом предрассудок. До того, как человек начал рассуждать, у него существует перед его рассуждением некое препятствие, которое является предрассудком. У нас очень многие слова мы употребляем, но не знаем их значения. Мы знаем их только эмоциональную характеристь. Как это предрассудок, значит это плохо. В данном случае, да, перед всяким рассуждением. И вот их спасают, в данном случае эти служители из послов, почему они не привели к первосвященникам, чтобы они разобрались, наконец, с ним. Потому что в народе распряк. А начальству меньше всего нужно, чтобы в народе была распряк. Начальству нужно, чтобы все было тихо. Главная задача не истина, а нужно обязательно, чтобы было тихо. Поэтому, чтобы было тихо, можно и невинного повесить. Народ возмущается, как так, до сих пор не могут найти, сейчас найдем. Берут любого и бьют, пока он во всем не сознается. Вот видите, он сам во всем сознался. И повесит. Вот и все, и тихо. Потому что, если в народе будет распряк, убить могут гораздо больше народа. Эти на этих пойдут. Фарисеи сказали, неужели и вы прелестились? Что такое явление такое за фарисейство? Фарисеи называется тот человек, для которого формальный признак всегда главенствует. Он важнее совести, важнее рассуждения, важнее всего на свете, важнее собственных чувств. Фарисеи – это такой человек, который подчиняется, обязательно, во что бы ни стало, подчиняется правилам. Уверовали в него кто из начальников или из фарисеев? Они спрашивают у служителей своих. Опять формальный признак. Начальство верует в него? Нет. Фарисеи веруют? Нет. А вы чего? А то, что вам кажется, что он пророк, что он Христос, это не важно. Надо как начальство. Надо как исполнители закона. Тогда все будет хорошо. Где? В государстве будет хорошо. А Христос принес царство, которое не от мира всего. Это ваше государство, оно Богу не нужно. Богу нужно совсем другое. Богу нужно примирить землю и небо. Богу нужно примирить человека и Бога. И вот в отношениях между Богом и человеком не может быть формальность. Это просто исключено. Формально от нас, Богу, ничего не надо. Ему нужно только наше сердце. И все. Ему нужно, как каждому отцу, ему нужно, чтобы дети его любили. больше ничего не требует. Никаких формальностей, никаких внешних признаков этой любви Богу не нужно. Богу нужно именно отношение сердца своего к Нему самому. Вот что для Бога нужно. и дальше они говорят, но этот народ о своем народе говорят. Невежда в законе проклят он. Потому что для них закон важнее взаимоотношения Бога и человека. И вот это и есть катастрофа. Поэтому нет ничего удивительного, что как раз наученные фарисеями государственная власть убивает Сына Божия. Поэтому когда говорят, что в стране должен быть дептат закона, страшнее этой ситуации, ничего на свете быть не может. Потому что да не Господи, а нужно выключать телефон. Это обычная такая что ли процедура для культурного человека. Она входит в какое-то общественное собрание, будь то цирк или церковь. Он должен если он не умеет пользоваться телефоном, он должен выключать батарейку. Вот это и все. Надо вот Христос как раз этому и учит. Что человек что такое любовь человека к человеку? Это прежде всего это любовь вот если посмотреть на Бога. Как Он вас любит? конечно люди обычно Богом очень недовольны. Потому что Бог не таков как они. Для нас любовь. Вот если я кого-то люблю, я его хочу заставить делать то, что я хочу и что мне от него надо. А у Бога совсем по-другому. Бог любя человека награждает его полной свободы. А что такое любовь? Любовь это когда выходя из метро человек отключает мобильный. Потому что в храме он может кого-то встретить и заговориться и забыть. Человек должен вперед думать о ближнем. Вот все очень просто. Если ты думаешь о ближнем, ты выключишь. Если тебе на него наплевать, то ты об этом не думаешь. Потому что ты создаешь ему проблемы. А тебе на него наплевать. На его проблемы. А христианцы учатся как раз вот к чему. Что такое любовь к ближнему? Любовь к ближнему это когда тебе на ближнему не наплевать. Потому что Богу на каждого человека самого с нашей точки зрения помоешь того. Не наплевать. Потому что Бог любит и заботится о каждом. И хочешь спасения каждому. и это сколько раз имелось возможность у нас в этом убедиться. Понятно, что никакие формальные вещи там можно это все формализовать. Ну каким образом? У метро поставить большой плакат на ножки. Подходя к храму выключим мобиль. Первое. на двери повесить плакат, мимо который не пройдешь. Повесить его на высоте груди. Чтобы он мешал входу. Когда человек прежде чем нагнуться, он прочтет все такое. Третье. Можно поставить двух людей, которых каждого встречи будут говорить достань мобиль. Выключи. и что? И еще добьемся. Чего? Добьемся, чтобы в доме было тихо. Но добьемся мы любви? Нет. Никаким формальным признаком цветочки, конфеточки, колечки, вот это все формальные признаки. В этом нет любви. Любовь есть в чем? Что отражается в глазах? Вот. Вот в этом есть любовь. А это некий формальный признак, который может обозначить ту ситуацию, в которой мы находимся. Вот. Потому что другой человек в кино посмотрел и купил колечко «На тебе колечко, я тебя люблю». Она думает «О, как в кино». Значит, действительно любит. Есть такое неидиотское выражение «Он очень красиво ухаживает». Ну, посмотри два-три кино и давай ухаживай. И вот уже через восемь дней она твоя. Ну, и что, в этом есть любовь? «Оно». Да нет, это все очень формально. Все то же самое, как в кино. Цветочки, потом поужинали, потом поехали. Кто куда предложит. Вот, собственно, и что. И вся любовь. Нет, это совсем не любовь. Это есть некоторые формальные признаки, на которые человек клюет, он думает, что это оно и есть. Нет в этом никакого «оно». Можно объединить все святые места, можно одеть косыночку, дощиколоть юбочку, можно все сделать все культурненько и спокойненько. Можно даже всех осуждать, кто не так одет. Это все можно. Но в этом нет любви к Богу. в этом нет личного отношения к Богу. А вот отношение может только быть там, что за этим скрывается. То, что внешне можно все делать правильно. И правила читать, и вовремя причащаться, и причастию готовиться, и быть последней сволочью. Все равно это можно. И такого сколько угодно. А Господь хочет не этого. Господь хочет от нас добиться живого чувства самому себе. Он хочет нас немножко отвлечь от самих себя, чтобы мы имели возможность посмотреть на Него. И почувствовать Его любовь. Почувствовать, а что Он-то от нас хочет. Что мы можем, вот Он нас вызвал из небытия на свет. Вот мы прожили большинство из нас уже большую часть своей жизни. Что мы Ему принесли? Наша жизнь по отношению к Его жизни, наша жизнь радует Его или огорчает. Мы об этом хотя бы думаем. А покаяние как раз в этом и заключается. Чтобы жизнь из полной эгоизма и поисков собственной радости обратилась на то, чтобы послужить Богу, чтобы Он возрадовался, глядя на нас. как сказано. Чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах. Каждому родителю хочется, чтобы его детки были и послушные, и трудолюбивые, и благородные, и не ссорились друг с другом. И также Господь всего этого хочет от нас. Он хочет вырвать нас из той жизни из полной эгоизма, обращен только на себя. Вот если какая-то от какого-то человека трудность возникает, мы уже на него раздражаемся, мы уже гневаемся, к Богу обращаемся в свои слова, да сколько можно терпеть, да зачем это так, да это вообще невыносимо. Ну дай посмотрим, а ему как на тебя смотреть на твою жизнь, выносимо? этим вопросом даже из нас никто не задается. Как же этого можно достичь? Только благодатью святого человек грешный и очистить его может только Бог. И более того, Бог хочет очистить и этому процессу мешает только человек сам. Мешает его собственный эгоизм. Мешает то, что он не хочет учиться. Он не хочет исследовать Писание, которое свидетельствует о Боге. Он не хочет понимать слова Господни. Почему? Потому что любой формализм это легче. Вот жить по правилам это легче. А Богу нет. Богу нужно, чтобы человек напряг свое сердце. со времен Иоанна Крестителя до сего дня Царство Божие нудится и только употребляющие усилия его восхищают. Богу нужно, чтобы мы жили, мы, конечно, как всякие животные существа, мы хотим жить без забот, без напряжения. Ну, как и дети наши, они не хотят учиться, они хотят балдеть. Они хотят играть. Это удивительно. Они хотят ничего не делать. И хотят, чтобы их оставили в покое. Почему же мы понуждаем и на учебу, и на какой-то домашний труд? Потому что мы не хотим, чтобы они питались отбросами из мусорных контейнеров. Потому что если человек делает то, что он хочет, его жизнь заканчивает тем, что он питается из мусорных контейнеров. Отдав ему хоть какое-то образование, дав какие-то навыки по уборке квартиры, по мытью посуды, он уже будет жить не вовшах. Сначала он сопротивляется тому, что каждый день надо причесываться, каждый день чистить зубы, а потом постепенно, через 15 лет это станет его уже привычкой, натурой, и ему будет легче. Но самое главное не это, самое главное, что всем вокруг него будет легче. легче, если от него не будет вонять, если он будет трудолюбим человеком, если можно будет что-то доверить, или хотя бы что-то объяснить. Потому что большинство людей, когда им что-то говоришь, он кивает. А почему кивает? А потому что кивок это формальный признак того, что он понял. А ты попробуй у него попросить, повтори, половину из того, что он сказал, он перепутает, а вторую половину забудет. Почему? А у него нет навыков ни запоминать, ни анализировать, ни систематизировать. Почему? Он в школе не учился. Потому что то, что он сидел в носу ковырял, смотрел в окно, или в крестике нолики, или записки перекидывался, это же не учеба. Чтобы записку там куда-то передать, это от этого ума не надо. Наоборот, наоборот. Поэтому христианству надо учиться, надо понять, почувствовать, узнать, что Бог хочет. И надо в этом изменить свою жизнь. И только тогда, когда Господь увидит, что один из нас, кто-то, действительно хочет его познать. Действительно для него христианство это не есть некая формальность, в результате которой он улучшит свою жизнь. Представляете себе, приходит человек и говорит, вот у меня там во вторник экзамен, вы, батюшка, пожалуйста, помолитесь, чтобы мне его хорошо сдать. Христос пришел на землю, чтобы кто-то хорошо сдал экзамен. Для этого ему в ноги и в руки забили гвозди, поэтому он на жаре обнаженной висел в Иерусалиме и все ходили и плевали и издевались над ним. А потом, чтобы убедиться, что он уже умер, пробили копьем ему Бог, из которого излилась кровь и вода, чтобы кому-то сдать экзамен благополучный. Нормально? Вот человеку от Бога вот это нужно. И люди думают, что это есть христианство. христианство нет, это совсем другая. Это противоположно совсем тому, что мы от Бога хотели. Вот чем дело. Если бы хотя бы немножко какое-то было уклонение, но это прямо противоположно. И поэтому, чтобы нам именно встать на этот путь Христов, нужно изменить свою жизнь на 180 градусов. И вот это изменение называется покаяние. А не то, что мы там говорим на исповеди. Любой рассказ здесь подходит. И куда я в четверг съездил, и что мне там на это сказал зять. И там любые рассказы годятся. Даже один человек рассказал вместо исповеди, как он видел, как голуби кружились над куполом храма. Вы можете подумать, какое чудо. В голове кружились над куполом. Это же страшно интересная вещь. Но для Бога это не интересно. Для Бога интересно, чтобы человек изменил вектор, то есть направленность в своей жизни. Чем изменил на противоположный. И вот это изменение и испокаяние. вот это. Поэтому если мы от этого уклоняемся, к сожалению, уклоняемся из самого Христа. Получается, он нам не нужен реально. Он нам не нужен. Нам нужен праздник, нам нужно причаститься. А если вот так порассуждать, а зачем? А смысл? ведь в каждом нашем действии должен быть какой-то смысл. Но то, как мы живем, является смысл противоположным. Что же нам заслоняет? Во многом нам заслоняет именно формальный и фарисейский подход. А Господь знает об этом и говорит берегитесь в закваске фарисейских, которые лицемерят. Хуже этого нет, когда человек изображает из себя христианина и внешне по его каким-то день можно сделать такой вывод, а внутри, как опять же сказано в Писании, полно хищения и всякой нечистоты. Да не будет с нами благословения Господина вас того благодати человеку любящего и родни призна его веков. Абонир.